внешний вид темы и так мы с вами движемся дальше и сейчас у нас на очереди для рассмотрения внешний вид вкладка и темы или шаблон этой шаблоны внешний вид сайта фронтальной части сайта это все то что видит наши потенциальные клиенты пользователи нашего сайта это одно наверное из самых важных для нашего сайта сайт должен быть красивым опрятным это все предоставляет шаблон потому что шаблоны бывают разные как не очень качественные как тяжелые темы то есть грузится долго сайты за них как и бесплатные темы так и платные темы тем очень много для wordpress также как и бесплатных так и платных и в этом видео мы будем сейчас этот момент разбирать то есть сейчас у нас внешний вид практически никакой столько лет wordpress разрабатывается разработчики не подготовили ни одной своей темы красивый чтобы хоть одна тема удовлетворяла потребности пользователей поэтому приходится темы искать и давайте посмотрим внешний вид темы я привык это назвать шаблоны поэтому я буду говорить шаблоны изначально у нас три темы вместе с wordpress устанавливаются то есть наша тема вот она потому что по одни написано активно название у них вон твенти 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 найнтин и твенти сэвентин как тема переключается то есть в один клик мыши мы можем переключить темы то есть например у нас сейчас это стоит при наведении кстати на тему вот информация теме внизу есть такие вкладки как виджеты меню фон мы сейчас позже немножко об этом поговорим просто наводите на тему например вот соседние но тот тем она совсем никакая давайте вот это посмотрим видите появляется кнопки активировать нажимаем активировать и данная тема становится активно вот она теперь здесь вот она написана что она активна и сразу же после этого мы можем обновить фронтальную часть сайта и увидеть что у нас вот например они наши записи который мы с вами добавляли в прошлых видео но внешний вид меняется расположение размер шрифта размер блоков видите все меняется но вид все равно не очень хороший вообще никакой на мой взгляд то есть позже у меня будет в конце этого курса вы посмотрите урок я расскажу о важности подбора тем для новичков то есть как нужно подойти к этому вопросу именно в движке wordpress то есть скажем я занимаюсь и другими движками например jumla там ситуация другая но именно в wordpress вы можете сделать очень красиво все грамотно при этом чтобы шаблон сайт ваш в целом быстро грузился но вам нужно знать что нужно сделать я обязательно расскажу более детально об этом следующем видео сейчас просто знакомимся как управляются темы вы также видите здесь добавить новую тему такой плюс если мы нажимаем у нас открывается репозиторий так сказать бесплатных тем их очень много у вас глаза разбегутся то есть именно как подбирать правильно тему под свои задачи я запишу отдельный урок так что знаете об этом сейчас просто знакомимся именно как это wordpress вообще здесь устроена если вы ищите какую-то определенную тему у которой вы знаете уже название темы вы можете найти через поиск вот здесь дальше у нас есть фильтр а тратировать можно по популярным темам свежие любые есть фильтр по подбору тематики например тема блок магазин то есть это не просто так магазин это значит вы будете использовать скорее всего специальный плагин для wordpress и коммерц для создания тренд магазинов но там простые шаблоны не подойдут нужно специальные шаблоны которые заточены под магазин в у коммерца на wordpress поэтому здесь можно сортировать то есть задать фильтр кнопка сбросить и применить фильтр если нажмем применить начнется поиск тем давайте попробуем и нам показывается именно те темы которые поддерживает магазин например вы можете прямо отсюда установить тему к нам на сайт или посмотреть описание также каждая тема еще имеет на борту свои настройки настройки это может быть настройка цветов настройка шапки подвала сайта и много чего другого как еще работает фильтр по функционалу и разметка одна колонка две колонки три колонки то есть колонки это по сути вот сайт бар у нас есть где поиск у нас свежие записи свежие комментарии вот эти эта колонка то есть также можно найти шаблон который будет поддерживать несколько колонок давайте чтобы не видеть этот убогий вид все-таки поставим неплохую бесплатную тему который я рекомендую вам если вдруг она вам понравится вы в дальнейшем будете использовать ее для своих уже рабочих сайтов называется она astra английскими буквами в поисковике пишем astra поиск сразу находит данную тему но мы видим еще astral это не то вот она давайте и установим не будем пугаться установки каких-то новых элементов это нас тестовый сайт я все-таки надеюсь что после прохождения моего курса вы создадите еще один сайт с нуля на wordpress уже именно рабочий который будет на реальном домене и так далее поэтому здесь давайте считать что у нас тестовая площадка и мы будем не бояться устанавливать все что хотим здесь установка astra неплохая тема да она быстрая можете сами почитать в интернете попасть на официальный сайт разработчика если вы как бы хотите более детально изучить данную тему она на русском языке то есть вам будет проще именно интерфейс самой темы нас потому что тему тоже надо настроить то есть если в английский не знаете вам здесь будет хорошо разобраться все на русском она быстрая мощная то есть она имеет как бесплатную версию так и про версию с более расширенным функционалом естественно мы с вами установили бесплатную версию установили теперь нам нужно ее активировать нажимаем активировать вот уже на этом уровне если мы пройдем на фронтальную часть сайта и обновимся мы увидим с вами совсем другой вид уже смотрится ну пустой сайт понятное дело но все на своих местах как я это вижу уже отчетливо видно вот наш сайт бар вот этот вот да где у нас здесь все находится мы позже разберемся за это отвечают виджеты будет позже чуть об этом урок наши записи демо выводится здесь то есть если я зайду внутрь вот наша картинка тут мы комментарии с вами отключали то есть меняя шаблон меняется все внешний вид даже форма комментариев выглядит по-другому и это только первоначальный вид вы можете настроить тему вот у нас есть настройки видите или смотрите внешний вид настроить у нас обновляется страница мы попадаем видите в целый ряд всевозможных опций я не буду подробно в этом курсе разбирать данную тему покажу на примере лишь нескольких моментов просто чтобы вы понимали принцип как это работает давайте заменим пас повесим свой логотип ну какую картинку найдите если у вас нет логотипа смотрите переходим шапка переходим вот сюда видите все на русском выбрать логотип выбираем открывается мэйди менеджер загружаю логотип с компьютера выбираю логотип открыть выбрать здесь у нас показано вы можете обрезать логотип картинку если это нужно я выберу не обрезать вот здесь мы видим сразу здесь визуально видим смотрите нажимаем опубликовать чтобы уже на сайте именно на фронтальной части сайта вот мы увидели с вами логотип вот адема это может быть отключить логотип мы с вами видим теперь вот эта иконочка смотрите маленькой гонка вот здесь вот фавиконка так оставлять некрасиво нужно все брендировать абсолютно поэтому здесь же не живите иконка сайта также загружаем у меня иконка готова маленькая иконочка например 16 на 16 пикселей выбрать у меня такая имеется не обрезать опубликовать и вы уже можете видеть давайте обновимся вот здесь у нас в это видите иконка сайта поставлен почему я не буду рассказывать про все настройки данной темы но потому что видеокурс именно о базовых настройках самого wordpress я немного лишь показал как работать с темами и потом здесь все на русском языке думаю что вас не составит труда здесь все настроить под себя но скажу что последующие уроки начиная с этого до конца этого видеокурса все будет построено именно но на теме вот этой astra то есть где-то нужно будет забегать в настройки темы я естественно буду это показывать потому что тема хорошая очень много кто ее использует и вы тоже можете использовать если она вам подойдет еще раз пробегаемся то есть темы здесь у нас все темы также кстати если вы тему купили коммерческую тему где нет ее в репозитории отдельно с какого-то магазина то можно добавить ее архив темы вот отсюда добавить кнопка видите загрузить тему выбрать файл из компьютера выбираете архив с вашей темы то есть тему можно установить из компьютера давайте по меню вкладка внешний вид темы настроить это сразу перебросить нас настройки активные темы виджеты это то что у нас сбоку в сайт баре но виджеты могут еще быть и внизу в подвале сайта это отдельный урок меню это тоже следующий урок опции astra появляется здесь вкладка когда мы с вами эту тему установили здесь по сути все дублирующие ссылки по настройке данной темы все то что можно настроить вот здесь на вкладке настроить и редактор тем сюда мы не заходим это уже для программистов думаю на этом урок можно заканчивать вы имеете представление что такое темы как их сортировать как их искать но не торопитесь ставить какую-то тему или покупать тему для вашего сайта досмотрите этот курс до конца в конце будет очень важный урок о том как нужно именно правильно подойти к подбору темы это очень важный момент от этого будет зависеть скорость загрузки сайта мощь функционал вашего сайта так как сама тема если она правильно подобрана под ваши нужды на борту может иметь все необходимые плагины то есть прямо вшиты в тему а это гораздо лучше чем искать плагины по отдельности для вашего сайта почему это так я уже сказал будет отдельный урок жду вас следующем видео